Дорогие друзья и любители парфюмерии, я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Евгения. Сегодня вторая часть, вторая подборка летних ароматов. И сегодня мы поговорим о топ-5 ароматов с нотами фруктов. Если вы не смотрели первое видео, то обязательно посмотрите, я оставлю в инфобоксе. Также не забывайте подписываться, комментируйте, и мне будет очень интересно, какие фрукты любите вы. Какие фрукты любите вы, как и есть, так и обонять в ароматах. Поэтому обязательно пишите, будем с вами обсуждать в сообщениях. Но сегодня, как я уже сказала, мы с вами поговорим о топ-5 ароматов с фруктами. И без долгих рассуждений давайте начнем, оставайтесь со мной, будет интересно. Ну и первый аромат, который я вам хочу показать, он у меня в пробничке, пока мне этого достаточно. Это аромат от Boss, который называется The Scent For Her. Вы, наверное, помните, выходило два аромата, мужской и женский. В этой линейке, то есть было два варианта, женский и мужской. Женский аромат мне, на самом деле, очень понравился. Он очень фруктовый, очень сладкий, очень такой манкий, классный. Этот аромат, безусловно, он люксовый, он не будет вас чем-то сильно удивлять, но при этом он очень красивый, он очень фруктовый, сладкий, летний такой. Есть у него еще нотки такие, все-таки благородство, я бы сказала. Аромат очень, очень мне понравился. Он относится, естественно, к группе цветочно-фруктовой. Выпущен в 2016 году. Верхние ноты фрезия и персик, средние ноты османтус и какао. Как раз-таки в верхних нотах персик, а в средних нотах османтус, который зачастую также передает аромат персика, то есть такую сладость и цветочную сладость сохраняет звучание именно персиковое очень надолго. А ноты какао дают некую такую и сладость, и согревающую историю. Аромат классный, я думаю, что очень многим понравится. И если вы любите сладкие ароматы, это будет даже безопасная покупка слепую. Поэтому имейте в виду, особенно когда он на скидках, особенно приятно будет его приобрести. Ну, следующий аромат. То есть первый аромат у нас был про персики. Второй аромат у нас от бренда Atelier Cologne, который называется Pacific Lime. То есть, как вы поняли, второй аромат у нас связан с лаймами. Честно говоря, для меня Atelier Cologne это, в принципе, тот бренд, который классно, супер замечательно делает цитрусовые ароматы. Вы хотите клевентины, хотите апельсины, хотите лаймы, хотите лимоны, все что угодно. И это все очень носибельно, очень ярко. Это не Adekolon. Хотя, в принципе, написано, что, ну, как бы, колонь, да, с одной стороны. С другой стороны, это не химозно. Это не цитрусовый освежитель воздуха, либо доместос. Все сделано очень достойно и классно. Я до недавнего времени вообще не обращала внимания на другие, то есть, не цитрусовые ароматы от этого бренда. Как выяснилось, там еще очень много всего интересного. Поэтому есть много чего поисследовать. Ну, а сегодня у нас на повестке дня Pacific Lime. Выпущен в 2018 году. Аромат заявлен как унисекс, то есть, для мужчин и женщин, и относятся, естественно, к группе цитрусовые. Парфюмер здесь Жером Эпинет, да, очень известный. И верхние ноты лайм, итальянский лимон, средние ноты кокос и мята, и базовые ноты эвкалипт. За счет лайм сам по себе он не особо сладкий, он цитрусовый, он еще и с горчинкой, да, то есть, такой прям цитрусовый с горчинкой должен быть аромат, с одной стороны. С другой стороны, освежающая цитрусовость лайма здесь присутствует, но при этом кокос дает сладость, а мята сохраняет свежесть. Эвкалипта я здесь не чувствую, даже в базе и через несколько часов также он здесь для меня не ощутим. То есть, это такой лайм с кокосом и немножечко слаймом, и немножечко с мятой, прошу прощения. Классный летний, освежающий и держится часов 5-6, спокойно можно использовать, тем более брать куда-то в поездки, даже на двоих. Мне кажется, что это будет идеальный такой тропический микс для двоих. Ну и следующий аромат, который относительно недавно появился в моем парфюмерном гардеробе. Я сделала распаковку на этот аромат, поэтому смотрите, оставлю в инфобоксе. Я заказывала его в интернет-магазине, и этот аромат арабского бренда Swiss Arabian, который называется Shakhaf Woman. Выпущен, относятся к группе цветочно-фруктовые и сладкие. Здесь лайм и лимон. В верхних нотах, в средних нотах пралине пион и яблоко, и базовые ноты кедр и мускус. Для меня этот аромат пахнет яблочным вареньем. Даже, я бы сказала, наверное, не яблочным вареньем, а смеси яблочного варенья со сладким сидором яблочным. Что-то такое. Никакого особо раскрытия изменения аромата я здесь не чувствую, но при этом аромат очень приятный. Он прямо сладко-яблочный. Больше добавить здесь нечего. Немножечко-немножко на подпевках такая восточная животинка здесь есть, но она легкая, абсолютно не мешает и как раз-таки способствует, мне кажется, большей стойкости аромата. Очень понравилась абсолютно летняя история. Мне еще почему-то кажется, что этот аромат очень должен понравиться детям. Не знаю почему, потому что здесь какая-то, может быть, у меня воспоминания из детства о яблочном варенье, хотя у меня мама, в принципе, и сейчас яблочное варенье в больших количествах варит, но именно из детства. Сладкие яблоки, варенье из яблока, они варятся, кипят, и немножко животинки. Классный аромат, очень порадовал. В интернет-магазинах очень по какой-то бюджетной цене он продается. И здесь 75 миллилитров, и сделан сам флакон очень достойно. Такое прям стекло активное, толстое, поэтому выглядит сам флакон просто-просто шикарно. Ну и следующий аромат, про который я вам хочу рассказать, с которым я подружилась не сразу, но теперь-теперь все-таки он меня радует, и я с удовольствием пользуюсь им летом, но при этом чуть-чуть прохладную погоду. Это аромат Тропикаль от Сисли. С этим ароматом, как я уже сказала, подружилась я не сразу. Меня привлекло название, и я много-много раз просила консультантов, покажите мне этот аромат, покажите, покажите. Они мне его показывали, что-то у меня как-то не складывалось, но все-таки прошлым летом я решила, что надо брать. Тропическая история, но не такая простая, как может показаться этот аромат. На самом деле, относятся вообще к группе цветочные, шипровые, то есть вообще, в принципе, ароматы от Сисли все не такие простые, как могут показаться. Выпущен в 2014 году. Верхние ноты маракуйя, бергамот, гибискус, франжипани и цветок имбиря. Средние ноты фиалка, турецкая роза и тубероза, и базовые ноты пачули, омбретто и кедр. Вы скажете, Евгения, где здесь какие-то, ну, кроме маракуйи и фрукты, но на самом деле здесь для меня, видимо, сочетание маракуйи и гибискуса на моей коже пахнет прямо сладкими-сладкими плодами инжира. И из флакона он уже мне где-то годик, наверное, стоит, настоялся. Вот прям инжир, инжир, но он, конечно, сладкий, но все-таки аромат, он заявлен как шипровый. И здесь есть какая-то в нем шероховатость, которая придает этому аромату, я бы сказала, женственность и абсолютное отсутствие какой-то легкомысленности. Хотя этот аромат называется торпикаль, и, казалось бы, что-то лето, фруктики, цветочки, кокосики, море, но здесь совсем не про это. Для моей кожи это сладкие инжира, плоды инжира и чуть-чуть-чуть шипровых нот. Вот, очень интересное звучание, аромат не новый, и вот так вот, выйдя на улицу, ты его на раз-два не услышишь, честно говоря, ни разу даже не слышала, только себя. Поэтому обратите внимание этот аромат, по-моему, в золотом яблоке на него бывают такие очень приятные скидки. Очень рекомендую. Но, опять же, есть нюанс. Все-таки предпочитаю его носить, когда где-то плюс 17, плюс 20 градусов, раскрывается максимально красиво. Вот этот вот шлейф, он не длинный и не долгий, где-то час-два, но, тем не менее, потрясающий аромат, не такая вот простая летняя водичка на тропическую тему, поэтому, если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте этот аромат. Ну и пятый-пятый в сегодняшней подборке аромат, который меня просто покорил. Я им последний, наверное, месяц просто поливаюсь. Я не могу ничего с собой поделать. И сейчас я вам расскажу об этом аромате. Также я оставлю название в инфобоксе, но это у нас история с вами про грушевое дерево. И, естественно, аромат про грушу от бренда Miller Harris. Ох, ребята, как же мне нравится этот аромат! Я просто-просто схожу с ума. Давайте зачитаю вам ноты. Относится к группе «Цветочные пряные», выпущенной в 2015 году. Парфюмер Метью Нардин. Верхние ноты «Груша», «Ром», «Черная смородина», «Жженый сахар», «Бергамот» и «Бархатцы». Средние ноты «Береза», «Специи пион», «Турецкая роза». И базовые ноты «Кашемировое дерево», «Амбретто» и «Экстракт белого кедра». Я когда-то где-то, наверное, в апреле была в совершенно замечательном городе Уфа по работе. И, естественно, вечером уже, собственно, была замечательная погода. Я решила прогуляться, ну и куда же заводят парфюмера, любителя парфюмерии, вернее, его ноги и нос. Естественно, в какой-нибудь парфюмерный магазин, тем более в городе, где парфюмерные магазины еще не изучены. Я зашла в торговый центр, там был небольшой отделчик с нишевой парфюмерией. Обожаю. И мы переслушали с девушкой, с консультантом очень большое количество ароматов, в том числе она меня все-таки успешно, так скажем, познакомила с несколькими ароматами от Amoage, о которых я расскажу чуть позже. Удалось мне все-таки подружиться с этим брендом, но, как говорится, это уже совсем другая история. Ну и один из ароматов я увидела, что стоит Miller Harris, потому что у нас в городе он, в принципе, в офлайн-магазинах не представлен, и попросила показать аромат. Я о нем слышала, именно про эту грушу, грушевое дерево, но я не знала вообще даже близко, как он пахнет, потому что отзывов тоже очень-очень мало, тем более на ютубе и на фрагрантике, кстати, тоже. И в силу того, что у меня в носу была какая-то невероятная какафония уже всех ароматов, я поняла, что это все-таки груша, какие-то деревяшки, ну и на этом все. Ну и на моем любимом сайте Natina была большая распродажа на эти ароматы, я решила все-таки его заказать, он ко мне приехал, и я безумно рада, это любовь тоже с первого вдоха. Потрясающе! Что у нас здесь? Груша и дерево, если уж совсем коротко, да, с одной стороны. С другой стороны, этот аромат, знаете, он как газированный, он искрящийся, он такая, знаете, вот сочная груша, древесные ноты, плюс здесь все-таки, все-таки в сладость ему дает еще и какую-то алкогольность, это ром. Но при этом этот аромат в зависимости от погоды раскрывается немножко по-разному. Если вы его нанесете, будет где-то ноль, будет холодно, зимой пока не носила, тоже потом еще поделюсь, но когда на улице очень прохладно, этот аромат, знаете, он как очень-очень, я бы сказала, чопорный англичанин, то есть он такой сдержанный, древесно-грушевый, древесно-фруктовый, очень спокойный, лаконичный, на работу спокойно его можно использовать, потрясающе! Но, ребята, когда потеплело, откуда-то появился ром, груша стала безумно сладкая, ну, фруктово-сладкая, не зубодробительная, так скажем, потрясающие, и плюс древесные ноты в базе, они создают этому аромату невероятную благородность, благородство здесь тоже такое же, наверное, английское, поэтому потрясающая груша, деревяшки, немножко рома, искорящийся, классный, благородный аромат, пользуюсь просто, поливаюсь, обожаю моя любовь на весну, на лето, если вы не знакомы, попробуйте заказать хотя бы отливантик, если найдете, вроде бы в сети можно всю эту историю найти и заказать отливант, вот этот вот аромат покорил меня на все 100%, обожаю древесная груша от Миллер Харрис. Ну что, друзья, на сегодня все, у нас была пятерка совершенно классных ароматов фруктовых, и на лето, на теплое время года, которые себя показывают совершенно по-разному, когда чуть-чуть попрохладнее, когда чуть-чуть потеплее, и когда совсем жара, ароматы все разные, и старички, и новиночки, поэтому пробуйте, открывайте для себя новые ароматы, обязательно пишите в комментариях, какие фруктовые ароматы любите вы, мне будет очень интересно с вами пообсуждать. Ну а я вам желаю всего самого наилучшего, надеюсь, что ваше лето будет наполнено новыми парфюмерными открытиями. Всем хорошего дня, пока-пока!